В церемонии закладки первого камня участие сегодня принял губернатор Краснодарского края. Новый завод откроют на месте некогда крупнейшего в России винодельческого предприятия сельхозкооператива имени Ленина. Там же планируют создать центр эналогии и туризма. Я уверен, что вино, которое будет сделано в Анапе, может конкурировать и с европейскими известными винами. Уникальная земля, великолепный климат, чтобы мы сегодня могли здесь собирать виноград высокого качества. И здесь я за это благодарен, за такие инвестиционные вложения в нашу отрасль виноделия и виноградовство. 2500 лектаров земли будет засажено, а общий портфель инвестиций 4 миллиарда рублей. Много людей из Италии, из Англии, из России трудились над этим проектом. И он сегодня сформирован, проект. То есть понятны деньги, понятны инвестиции, понятны технологии. И мы уверенно смотрим в будущее. И через, я думаю, что несколько лет мы с вами будем открывать фантастический завод, которым смело может будет гордиться край и гордиться Россия. Недалеко от будущего завода на площади 2000 гектаров уже разбили и новые виноградники. Сегодня там посадили первые саженцы. Вырастили их, кстати, в питомнике, которые открыли в начале года в Темлюкском районе. Это по-настоящему исторический момент, подчеркнул Вениамин Кондратьев. Ведь теперь на Кубани начнут отказываться от зарубежного посадочного материала. Особая гордость, что в руках держу наши саженцы, кубанские саженцы. В этом году 3 миллиона 200 прививок сделали. Идем с перевыполнением плана. Ну и очень довольны качеством. То есть это действительно высокотехнологичный продукт, которым можно смело гордиться. Мы сегодня закладываем не только новые виноградники. Мы сегодня закладываем уверенность в даташнем дне и гарантированное условие, самое главное, независимость от импорта. Краснодарский край давно стал главным виноградником России. На Кубани находится треть всей земли в стране, на которой выращивают ягоду. В прошлом году в регионе собрали самый крупный за последние 23 года урожай винограда – 237 тысяч тонн. Это практически половина всего отечественного винограда.